Сегодня у нас суббота, 20 июля 2024 года и в эфире 605 выпуск открытой политики. Хабиров и его сподвижники неустанно носятся по территории Республики Башкортостан и медийному пространству, убеждая население в многоразовости дорогого радиофаритовича. Но неумолимая статистика, как говорится, неумолима. Стало известно, что Республика Башкортостан заняла последнее 14 место в ПФО по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета. И сколько бы рейтингов не покупал Радий Хабиров, и сколько бы чугунных святых он не открывал посреди разрухи и нищеты Бирска, все эти его достижения никак не могут убедить жителей Республики и даже жителей Бирска в той самой необходимости и способности Республики Башкортостан натянуть радиофаритовича на должность главы региона во второй раз. И лишним подтверждением этого тезиса, пожалуй, служит еще одна статистика. Только за один 2023 год регион покинули 137 тысяч взрослых работающих граждан. Они буквально бежали из Республики в поисках лучшей жизни и достойно оплачиваемой работы. А на минуточку 137 тысяч человек, работающих человек, это более 5 процентов всех работающих в Республике Башкортостан. Вот такие вот достижения являет нам команда Хабирова непосредственно перед выборами главы Республики Башкортостан. Меня как политтехнолога изумляет тот хаос и безумие, которые творятся в предвыборном штабе Хабирова. Вот скажите мне на милость, кому пришла в голову светлая мысль отправить Азата Солдата Барданова агитировать за Хабирова в Заурале. Как зовут этого гения политтехнологий? Ну, что случилось, то случилось. Азат Солдат прибыл в мятежное село Темясово на встречу с жителями и активом этого села и района, собственно, предсказуемо нарвался на яростную критику со стороны жителей. Люди уже перестали стесняться и в лицо высказали эмиссару Хабирова и, собственно, самому Хабирову через этого самого Барданова все, что они думают о существующей на данный момент власти. Согласитесь, Барданову не место точно в Заурале. Кстати, недавно в Государственной Думе Российской Федерации обсуждали вопрос о раздаче боевого огнестрельного оружия депутатам, ну, как бы для безопасности. Видимо, есть чего опасаться, я не знаю, но такая инициатива была. И в контексте этой инициативы, полагаю, не лишним было бы выдать стрелковое оружие тому же самому Азату-Солдату, глядишь, ему как-то поспокойнее будет там, в Заурале. Но вернемся к политтехнологиям и к той кадровой политике на выборах, которую ведет Радий Фаритович. Я бы лично рекомендовал Хабирову своевременно, а значит немедленно вернуть Барданова из-за Уралия туда, откуда он, собственно, взялся. На ту должность, на которой он действительно проявил себя феноменально эффективным человеком. Я говорю о том, что Азат Барданов начинал свою карьеру с должности заведующего Союза башкирских студенток в Москве. Вот там у него все очень хорошо получалось. Но я думаю, что туда же, в принципе, его и нужно отправить от греха подальше, и чтобы он перестал ездить по Зауралью и будоражить без того взбудораженный народ. В то время, пока детки Хабирова и членов его команды тратят миллионы на покупку жилья в Вене, Париже и Лондоне, канал «Открытая политика» нуждается в вашей материальной поддержке. Оказать нам эту поддержку можно и нужно, легко, легально и быстро через тот расчетный счет, который мы демонстрируем вам сейчас на экране. Также этот расчетный счет вы можете найти в описании под каждым видео на YouTube-канале «Открытая политика». Заранее спасибо за каждую вашу трудовую копейку, которую вы жертвуете, для того, чтобы мы могли нести вам правдивую и оперативную информацию. Вообще действия Хабирова и его команды, которые они категорически не признают агитацией за кандидата, а называют текущей работой, все эти действия вызывают, конечно, массу вопросов. Но, к сожалению, эти вопросы пока не возникают у Центризбиркома Российской Федерации, который наблюдает за периодом перед выборами в Республике Башкортостан. Впрочем, масса вопросов возникает у самих жителей. Вот, например, мне написали жители города Билибей, в который спешно прибыл поезд здоровья. Ну, это такие автофургоны, напичканные диагностическими медицинскими приборами, которые на месте проводят обследование людей и выносят им какие-то приговоры либо диагнозы. Так вот, все эти фургоны напрочь заклеены слоганом «Команда Хабирова». Билибейвцы осторожно интересуются у медиков, а какая медицинская специализация у Радия Фаридовича? Может быть, он кардиолог или хотя бы проктолог? Причем здесь Хабиров и медицинские поезда? Билибейвцы не понимают. И, естественно, это их раздражает. Ну, особенно смешно выглядят публикации в государственных СМИ, которые, собственно, питаются из бюджета, который, в свою очередь, распределяет тот же самый Хабиров. Так вот, эти государственные СМИ в отсутствие реальных достижений Хабирова и его команды готовы приписать заслугам Хабирова все подряд. Ну, от погодных условий до надоев крупнорогатого скота. Буквально обо всем говорят, как о достижениях лично Радия Фаридовича Хабирова. Вот он, значит, корова у них начала доиться, вот, значит, рожка лосится, а вон там, значит, дождик прошел. И за все это спасибо большое дорогому Радию Фаридовичу. Ну, глядя на все это безобразие, я вспомнил тезис Хабирова о том, что, захватив власть, потом ее до последнего сохраняют, сражаются за нее и бьются насмерть. То есть, если следовать логике Хабирова, удержание власти – это своего рода битва. Ну, с кем в данный момент воюет Радий Фаридович? Глядя на его спарринг партнеров по выборам, вот этих вот, как бы, кандидатов, ну, точно не приходит на ум, что с ними нужно сражаться. Они сами с удовольствием прилягут, где скажут. Так с кем же тогда так яростно сражается Хабиров? Потому что его деятельность, очевидно, похожа на какую-то битву. Уж не со своим ли народом сражается, дорогой Радий Фаридович? Я не утверждаю этого, но и не исключаю. Сейчас на канале «Открытая политика» более 60 тысяч подписчиков. Это каждый 50-й взрослый житель Республики Башкортостан. На мой взгляд, неплохой результат для канала, на котором категорически не бывает котиков, кулинарных рецептов, магнитных бурь и прочих гороскопов. Но мы также знаем, что многие наши постоянные зрители не подписаны на наш канал почему-то. Мы призываем всех, кто регулярно смотрит наш канал, подписываться, ставить лайки, писать комментарии, распространять наши видео в своих соцсетях. Этим вы очень поможете нашему каналу. Суд далекого города Орска на минувшей неделе признал январские события в Баймаке массовыми беспорядками и осудил на 5 лет реального срока первого подсудимого по так называемому Баймакскому делу, Ильшата Ульебаева. Он получил 5 лет колонии. Таким образом, по сути, определена траектория остальных судебных разбирательств в отношении почти 80 обвиняемых, суды у которых, кстати говоря, разбросаны по самым разным далеким городам России. Это довольно-таки специфический момент. Никого из вот этих так называемых баймакцев не судят внутри Башкирии. То есть теперь судам не нужно будет доказывать факта наличия массовых беспорядков, потому что есть уже судебное решение Орского суда. И сроки наказания, которые получат эти граждане, могут быть очень длительными. Статья в Российской Федерации считается тяжелым участием в массовых беспорядках. Надо отметить, что многие жители, особенно за Уралия, винят лично Хабирова в той жесткости, с которой государство подошло к участникам январских событий в Баймаке. Со своей стороны я отмечу, что предвыборной популярности в районах Зауралия эти 80 уголовных дел Хабирову точно не прибавят. И напрасно азат солдат Барданов пытается там что-то раздувать щеки на встречах в деревнях и в селе Тимясово в частности. Совершенно непристойная, на мой взгляд, история приключилась на минувшей неделе в городе Салавате в Башкортостане. Давайте по порядку. В отношении мэра города Салавата Игоря Миронова еще в 2023 году возбудили уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья это о превышении должностных полномочий. Следствие предполагает, что господин Миронов не вполне законно передал в управление некой московской компании все электросети города Салавата. Жительница города Салавата Светлана Дублистова, узнав об этом, написала в адрес мэра, я бы сказал мэра-позорника, цитату из киногероя Высоцкого Глеба Жеглова. Собственно, цитата была о том, где должен находиться вор, по мнению Глеба Жеглова и пенсионерки из Салавата. Так вот, этот самый подследственный мэр, не будучи на тот момент осужденным уголовником, чего мы всей редакции ему от всей души желаем, немедленно подал в суд и потребовал компенсации за уязвление его тонкой души и достоинства. В конечном итоге две инстанции судебного разбирательства признали тонкую душу мэра, проходящего по уголовному делу, обвиняемым уязвленной, и назначил Миронову компенсацию в 15 тысяч рублей за счет Светланы Дублистовой, пенсионерки из Салавата. Ну, мы же знаем, как живут пенсионеры, и что значит для них, например, 15 тысяч или еще большая сумма. Так вот, для господина Миронова, обладателя прекрасного британского внедорожника Рейндж Ровера, 15 тысяч рублей – это всего лишь масло поменять в его машине, а для Светланы Дублистовой, наверное, это целый месяц жизни. По-моему, очень стыдная история. Даже если Дублистова и перебрала в выражениях судиться вот этому могучему мужчине на Рейндж Ровере с вот этой немощной пенсионеркой, просто как-то бессовестно и безобразно. Но это мое частное субъективное мнение. И да, я надеюсь, что Дублистова в конечном итоге когда-нибудь окажется права в отношении Миронова. Дело, уголовное дело Миронова все еще не завершено и существует вероятность того, что суд признает его уголовным преступником. И вот тогда будет вопрос, интересный вопрос. Вернет ли Миронов 15 тысяч Дублистовой? Почему-то я в этом не уверен. Однако поживем-увидим. И пока напомню одну печальную истину. Чтобы сесть в тюрьму или схлопотать хотя бы штраф в Российской Федерации, достаточно называть вещи своими именами. Есть такая старая советская поговорка. Чужих детей не бывает. Но, похоже, этот принцип чужд команде Хабирова и самому Хабирову лично. Потому что, чтобы получить причитающееся по закону жилье, дети-сироты Башкортостана вынуждены рассчитывать не на тех, кто по долгу службы должен обеспечивать их всеми благами, полагающимися по закону. Например, Ленаре Ивановой или Радю Хабирову. Нет. А полагаться нужно этим детям исключительно на руководителя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина. Потому что только после обращения к нему Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию двух сирот из Республики Башкортостан, которым Хабиров и его шайка под различными предлогами упорно отказывают в праве на жилье. Но вот своим деткам Хабиров и его соратники не отказывают практически ни в чем. Несмотря на то, что дочери Радья Хабирова проживают на Западе, одна в Вене, а другая в Лондоне, это никак не мешает им обладать элитной недвижимостью в Москве совокупной площадью 313 квадратных метров и ориентировочной стоимостью 105 миллионов рублей. Согласитесь, трогательная забота о детях. Или вот еще один пример. Тоже трогательная забота о детках людей, которые числятся в команде Хабирова. На этой неделе сын Фанура Ягафарова, советника Хабирова и председателя совета директоров Башинформы и дочь экс-министра Ишмуратова решили пожениться. Как говорится, что ж, дело богоугодное и полезное. Да, в общем-то, и достаточно распространенное. И как не организовать этим деткам красивую свадьбу? Например, у подножия святой горы Таратау с юртами, конями и огромным стечением гостей. Но есть один нюанс. Жених и невеста оба постоянно проживают во Франции. И с большой вероятностью больше не вернутся к подножию священной горы Таратау, устроившись у подножия Эйфелевой башни. Ну, в заблаговременно приобретенном и вовсе не сиротском жилье где-нибудь в шестом округе города Парижа. Транспортный коллапс в столице Башкирии продолжается и, судя по всему, продолжится все лето. Дорожает, причем, еженедельно бензин. Дорожает проезд в общественном транспорте. Хаотично и внезапно перекрываются улицы и дороги. Целые районы города остаются отрезанными от самого города. А дорогой Радий Фаритович продолжает грезить о том, чтобы сделать улицу театральную в центре Уфы пешеходной зоной. А единственная проблема, которую он видит у башкирских дорог, это то, что вдоль дорог на обочинах плохо покошена трава. Очень надеюсь, что приехавший сегодня с инспекции в Уфу вице-премьер правительства Российской Федерации Марат Хуснулин, который курирует дорожное строительство, опустит все-таки дорогого Радия Фаритовича с небес на землю и заставит посмотреть на отсутствие разметки, на отсутствие ремонта дорог, на затянувшиеся на годы строительство и ремонт улиц в Уфе и так далее. И особенно забавной на этом фоне выглядит идея властей устроить грандиозный концерт под занавес лета. Ну, собственно, концерт для жителей Уфы. Всего за 38 миллионов 31 августа нам споют Газманов, Юрий Антонов и Гарик Сукачев. Наверное, власти полагают, что песни этих престарелых ветеранов советского шансона должны компенсировать уфинцам адское лето. На мой взгляд, лучше бы разметку сделали побыстрее за те же самые 38 миллионов рублей. На телеграм-канале «Открытая политика», на которую вы, кстати говоря, все еще не подписаны и обязательно подпишитесь, сейчас проходит очень важный вопрос о том, как наши подписчики намерены голосовать на выборах главы Республики Башкортостан в сентябре. Опрос этот уже подвергся первому набегу троллей, которые попытались поднять результаты Хабирова до небес, но попытка эта не увенчалась успехом. Результат стал откатываться обратно, а тролли кончились. На данный момент в опросе поучаствовало более 2200 человек, и 30% из опрошенных готовы голосовать за кого угодно, только не за Хабирова. Еще 10% опрошенных намерены испортить бюллетень. 28% опрошенных отказываются участвовать в выборах вообще, они не намерены идти на избирательные участки. И 32% высказали поддержку Хабирову, но этот процент явно искажен набежавшими бот-троллями, которые буквально в течение одного часа подняли результат с 14% до 43%, а потом он откатился до 32%. Мы намерены сохранить и продолжить этот опрос еще на несколько недель, а может быть и до самых выборов. Так что подписывайтесь на телеграм-канал «Открытая политика» и голосуйте. Опрос продолжается.